Приветствуйте Маши, поаплодируйте ей! Громче, сильней! Так, как я сегодня единственная, как я понимаю, девушка-женщина на этой сцене, я прошу особо внимательно меня слушать, особо пылко мне аплодировать и ставить мне там хорошие МПСики. Давайте сейчас похлопаем так, чтобы я почувствовала себя чуть уверенней, сегодня я буду вам рассказывать, как это неудивительно, не на привычную тему автоматизированных воронок продаж, а буду говорить о том, как в прошлом году мы набрали миллион подписчиков в Инстаграме и заработали с них 1 миллион долларов. Кому это интересно? Супер, спасибо большое. Тема интересная. Вроде все работает, поэтому буду рассказывать. Значит так, сегодня мы поговорим. Во-первых, я расскажу, почему социальные сети, они помогают вам сделать свой бизнес более устойчивым и быстро, и легко масштабироваться. Вот кому интересно делать результат легко, без заморочек, без сложностей в бизнесе. Во, это по моей специальности. Буду вам рассказывать. Следующее. Это вот круто бы, чтобы у меня... О, кликер заработал, да. Расскажу, как я набирала своих подписчиков, в чем были сложности, как это получилось, что сработало, а что не сработало. Это вот наш кейс. Дальше. Что-то тут у меня с кликером не подружилась. Дальше расскажу о том, какой большой миф в наборе трафика, в чем большая ошибка, я думаю, что 90% из вас. И расскажу о продажах в Инстаграме. Вот такой у нас регламент. Не знаю, представляться мне, не представляться. Еще раз, кто меня знает? Ну, в принципе, почти все знают, поэтому я не буду на этом особо акцентироваться. Просто тут много слайдов о том, что я молодец, мы работаем с крутыми компаниями, с крутыми celebrity. Да. И перейдем к контенту. Я думаю, что все из вас знают стандартную вот эту бизнес-модель, стрелочка, кружочек, квадратик. Кто это слышал? Супер. Это, по-моему, самое гениальное и самое простое, и самое доходчивое, что я слышала в бизнесе, для того, чтобы понять, что важно. Но интересно, следующее наблюдение по натуре, я исследователь. И в последнее время я заметила, что происходят некоторые трансформации в плане стрелочка, набор лидов. Это традиционно был Яндекс.Директ, Гугл, Фейсбук, Таргетинг. Кружочек это отдел продажи, ну и продукт, продукт, это все понятно. Последнее время я всегда ищу рычаги, как сделать легко и быстро, но больше. И не делать так, как все. И случились такие тренды, которые мне очень нравятся, про которые я буду вам сегодня рассказывать в плане стрелочки. Мы с ребятами, кстати, с Димой и Сережей были в этом году на нескольких бизнес-конференциях, Traffic Conversion Summit на Расселе Брэнсоне, и всюду там говорили, в принципе, про одни и те же тенденции, что в маркетинге появляются новые тренды. Во-первых, меняется продукт. Я думаю, что все это заметили, что, скажем, годами развивалась сеть Marriott или Hilton, туда вложено кучу денег, и вдруг появляется какой-то R&B, у которого нету особых активов, но они стоят дороже. Или там такси, служба такси, которая выкупает автомобили, которая долго раскручивается, появляется Uber, который вроде бы воздух. И вау, они стоят, как никогда ни одна, даже автокомпания не мечтала. В общем, происходят изменения на рынке в целом и в кружочке, и в квадратике. Но сегодня мне бы хотелось поговорить про стрелочку. В интернет-маркетинге я работаю 7 или 8 лет, и всегда говорила про автоворонки, я занималась арбитражем трафика. И всегда твердо и надежно было, если есть Яндекс, если есть поисковая реклама, если есть таргетинг, то было хорошо. В какой-то момент мне для масштабирования стало это очень трудно. Стало, ну, какой-то появился стеклянный потолок, захотелось как-то расти, а расти уже некуда, потому что мы вкладываем все больше и больше денег в рекламу, а масштаба нет, косты в бизнесе растут, и мы начали искать новые пути, как нам получать клиентов в бизнес, получать их более горячими и с меньшими затратами. И за последние 3 года экспериментов я пришла к тому, что платная реклама – это хорошо, это работает, это стабильно, это надежно. Но льды с нее приходят более холодные, их дорого доставать, это кушает очень много моржи в нашем бизнесе. И есть альтернатива. Более того, мы много лет прожили на работе с клиентской базой, вот базовой мылах. Кто из вас собирает подписчиков в e-mail? А не опускайте руку, или еще раз поднимите руку, кто заметил, что открываемость вот этой e-mail базы все хуже и хуже? Супер. То есть вот эти тренды в бизнесе, что большая конкуренция за рекламу, что письма открывают все меньше и меньше, она вынуждает искать. И то, что сейчас, наверное, в почтовом ящике каждого из вас творится, это то, что куча неоткрытых писем, плюс куча рекламы, которую мы уже не замечаем, потому что есть такое даже понятие, как баннерная слепота. Все время реклама, 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 и мы уже не воспринимаем это как что-то серьезное. И тот человек, на которого мы пришли даже с рекламы, мы его будем чуть более скептически воспринимать, чем опинион-лидером. Что такое опинион-лидер и как им стать, мы сейчас поговорим. В общем, вследствие нескольких лет экспериментов и поиска более простого, масштабируемого, быстрого и дешевого варианта бизнес-модели, у меня получился такой инстаграм. В котором в прошлом году мы сделали чуть больше миллиона долларов продаж. В котором мы проводили, это, кстати, в эту выручку не считается, но в котором мы проводили вебинар, на который мы вообще копейки не потратили на трафик, в который просто был удачным коллабом с блогером, с которого мы заработали 40 миллионов рублей за один вебинар. без трафика, без работы команды, без ничего. В котором мы делаем посты, и один пост спокойно может принести несколько миллионов рублей. Кто хотел бы так же? Супер. Еще делаем посты, которые приносят по несколько миллионов рублей без лендинга, без вообще ничего. Просто делаешь пост и говоришь, пиши в директ, и люди покупают эти курсы. Я считаю, что это очень круто, и на это есть причина. Причина номер один – это то, что в отличие от холодной рекламы, от какого-то холодного трафика, где люди понимают, что это реклама, это, знаете, как любовь за деньги. Это не так, что ты хочешь купить внимание из чего-то. Люди это понимают. Совсем другое дело, когда они за тобой следят, ты для них авторитет, ты для них селебрити, когда они знают, что, в принципе, ты такой человек, которому можно доверять, с которым уже длительные отношения, или, по крайней мере, если тебя рекомендует кто-то из блогеров или кто-то из тех селебрити, кому ты доверяешь, вот тогда отношение уже совсем другое. И по моим наблюдениям, трафик из социальных сетей, который следит за вами, он в разы или пришел по рекомендации от блогера, разумно сделан. И мы сегодня поговорим, чем отличается обычная закупка рекламы у блогеров и смарт, разумная закупка. Вот этот трафик, он намного теплее и намного круче конвертит. Почему так? Потому что ты для него не просто человек с улицы, который купил его внимание. Ты для него нечто большее. Тот, за кем он следит в замочную скважину. И то, что говорили сейчас вот на всех конференциях, где мы были с ребятами, о том, что сейчас нужно создавать не клиентскую базу, а нужно создавать фанатское движение. Чтобы создавать фанатское движение, нужно строить личный бренд. А личный бренд, он, понятное дело, что проще всего строится в социальных сетях. Итак, почему для нас это прикольно, и почему у меня так круто получился Инстаграм? Потому что раньше я работала с автоворонками. Большая часть автоворонки – это e-mail маркетинг. И имея большую базу e-mail маркетинга, это сотни тысяч e-mail, мы имеем открываемость примерно 30% писем. Кто считает, что это хорошо? Это не очень хорошо, давайте сознаемся. Но для того, чтобы увеличить это на 5 или на 10%, мне приходится очень потрудиться, или команде приходится очень потрудиться. Но Инстаграм позволяет делать охват и достучаться до такого количества людей, которые в таргетинге или в e-mail я никогда не получу. Например, посмотрите, это пост, каждый из них – это фактически письмо. Большинство из них – продающие письма. Вы удивитесь, но у меня в Инстаграме 90% контента продающего. Вот смотрите, типа там 500-600 тысяч охвата, то есть каждое мое письмо читает 560 тысяч людей. Это же круто? Скажите, что это круто. Это можно даже похлопать. И когда я вижу эти цифры, я понимаю, что если я захочу сделать рекламную акцию, запустить какой-то продукт и сделать в таргетинге такой же рич, такой же охват, мне придется вложить много денег, я никогда не сделаю это за один день. А Инстаграм позволяет сделать таким образом. Я сегодня придумал продукт, сегодня сделал пост, и сотни тысяч людей об этом узнали. Это как максимальная открываемость письма, это как сразу большой таргетинг и большой охват, но мгновенно, в тот же момент. И мне это очень нравится. Поэтому я люблю Инстаграм и его раскручиваю. Но вопрос, как сделать это же вам. Так, начну с того, как я дошла до такой жизни и как я набрала этих подписчиков. Начинала я, как все люди, с того, что постила свой отдых в Турции. Это я в Турции, это я на море, это я на работе, это мой завтрак. Кто сейчас ведет Инстаграм подобным образом? Он просто показывает рандомные картинки своей жизни. На меня были подписаны мама, одноклассники, однокурсники. У меня было 300 подписчиков. Я писала каждый день, но писала ни о чем, писала ничего интересного. Потом я решила, что я попробую этот рычаг для раскрутки своего бизнеса. И в следующий год, когда я решила продвигаться, я увеличила количество подписчиков в своем аккаунте до 100 тысяч. Какими методами? Это был регулярный постинг. Я писала очень много и очень сложно. Вот смотрите, вот сейчас это важный нюанс, я вам его объясню чуть позже. Я писала почти все время про автоматизированные воронки продаж. Может, есть кто-то в этом зале, кто на меня подписан больше двух лет? Есть такие люди. Тогда вы можете сейчас вспомнить, как это развивалось, потому что сейчас мы это оформим в некоторую концепцию для вас и позиционирование вашего блога. В общем, первые 100 тысяч я набрала на регулярном постинге. И плюс я выступала постоянно где-то на каких-то конференциях. Ко мне приходили люди. Я стала покупать первых блогеров. Тогда, внимание, один подписчик мне обходился в 200-300 рублей. 200-300 рублей за подписчиков. Но тогда же у нас случились первые прецеденты, которые показали, что Инстаграм — это правильно. Я помню, первый автовебинар в Инсте принес мне 3 миллиона. Еще тогда при 100 тысячах подписчиков мы крутанули автовебинар. И наша вся команда была в шоке, что так можно. И мы решили, вау, Инстаграм нужно раскручивать более активно. И тогда мне на глаза попался замечательный пост Кати Усмановой. Может, кто-то знает такого блогера? Это фитнес-блогер. Она рассказывает, как там быть стройной, накачанной. И она написала о том, что в Рунете на нишевом блоге с каким-то умным контентом максимум, что можно набрать, это 200 тысяч подписчиков. Дальше стеклянный потолок, потому что больше людей ни в какой нише нет. И тогда я пропустила этот пост, и я подумала, ага, я вот сейчас наберу миллион и покажу тебе, Катя Усманова, что на умном контенте можно набрать, сколько подписчиков. Но потом, спустя года полтора, я вспомнила этот пост и подумала, господи, откуда же эта фитнес-тренер такая гениальная? Потому что я видела, не знаю, если в зале Петя Ощпова или Миша Дашкиев, мы тогда работали вместе, мы все в какой-то момент упирались в эти 200 тысяч. И реально на нишевом умняковом контенте больше набрать очень сложно, ну разве что отношения чуть побольше ниши. В общем, первый год 100 тысяч подписчиков, их цена была нереальная, но они были очень высокого качества. В общем, в 2016 году у меня была цель сделать миллион, у меня не получилось, я потом пооставилась в 2017 году, мы стали регулярно закупаться у блогеров, нам продолжал один, лид стоит примерно там, один подписчик 150-200 рублей, вот мы вложили там порядка 7 миллионов рублей в рекламу, и я поняла, что автоворонки уже, вот, ну тема автоворонок реально интересна, там 10, 20, 30 тысяч человек в России, и не все они хотят считать 25-летнюю девчонку. Поэтому я расширила позиционирование, и это очень важный шаг. Так, вы сейчас поймете почему, я стала писать про интернет-маркетинг в принципе, и мой блог вырос до, там, чуть больше 200 тысяч подписчиков снова за год, плюс сотка. И снова не получился миллион, и снова я расстроилась. К концу того года, 2017-го, мы проводили вебинар с Оксаной Самойловой. Ой, блин, да. Кстати, мы попробовали тогда первый гивэвэй. Кто из вас когда-либо участвовал в гивэвэях? Вот, кто считает, что гивэвэй полная фигня? Больше людей, чем участвовал. Круто, люблю такие моменты. Я вам расскажу в конце прессы, как правильно участвовать в гивах, и как сделать это полезным. В общем, мы попробовали первый гивэ, у меня упали охваты, у меня упала статистика, я решила, что это зло. И тогда, я помню, я покупала пост то ли у Бузовой, то ли у кого-то, и он стоил 200 тысяч. И мы как раз делали вебинар с Оксаной Самойловой. Я была у нее в офисе. И я тогда еще одевалась просто как форменная училка. Я считала, что единственная приемлемая для бизнес-леди форма одежды – это брючный костюм. И Оксана меня мало секировала, когда она пришла на вебинар по бизнесу в кожаных штанах. И она услышала, как я говорю по телефону, и согласовываю бюджетную рекламу 200 тысяч. Она смотрит на меня и говорит, Маш, ты что, дура? Говорит, ложи лучше 200 тысяч рублей в то, чтобы сделать себе силиконовую грудь. И тебе придет больше подписчиков, чем с любой рекламы. И вам кажется, что это смешно. А для меня этот вопрос стал просто майндшифтом. Он просто перевернул мое понимание о рекламе и продвижении в Инстаграме. Почему? Потому что я спросила Оксану, что серьезно? Она говорит, а почему человек должен на тебя смотреть, на твои брючные костюмы? Почему это должно быть кому-то интересно? Она дальше стала развивать мысль о том, что вот на меня смотрят, у нее красивая фигура, у нее интересные луки. Она предложила мне открыть ленту, фид рекомендованной, говорит, посмотри, что рекомендуют в Инстаграме. И действительно, вот все рекомендации, это были какие-то прикольные луки, какие-то прикольные фигуры, явно не брючный костюм, и как бы все закрыто. И тогда у меня в первый раз появился очень правильный вопрос для Инстаграма, который теперь я задаю себе каждый раз, когда выкладываю пост и советую вам это делать. Почему человеку должно быть интересно смотреть на эту картинку? Почему он должен захотеть по ней кликнуть? И дело вообще не про сиски. Ясное дело, что я себе их не сделала. Но вы хлопаете этому? Вот не стоит. Просто появился вопрос, а зачем? Потому что важно понимать, что в чем самая большая ошибка всех нас, предпринимателей? В тем, что у нас много кэша, как это в песне Бахи, у меня есть кэш, так трать его, трать его, трать его. И мы думаем, что мы сейчас своими деньгами зайдем в мир этих всех тупых блогеров, скупим все гивы, всю блогерскую рекламу, и мы станем самыми популярными. Но это не происходит. Почему? Потому что мы можем купить внимание, любовь за деньги. Мы можем как бы там разочек, но длительной истории это не станет. Потому что никому не хочется, чтобы у них в ленте постоянно мелькала какая-то фигня из-за умных текстов с продажами вперемешку. Людям нужна причина, чтобы остаться подписанной на эту страницу. И я очень благодарна Оксане за тот разговор, потому что он вообще перевернул мой подход и позволил мне сделать в следующие 6 или 7 месяцев свой миллион подписчиков. Ну, то есть конкретно мы там добрали 800 тысяч от того момента. Что поменялось? В первую очередь поменялось то, что я стал задавать себе правильный вопрос. А зачем я это вообще выкладываю? Если я хочу, чтобы меня читал миллион человек, я не заставлю миллион человек читать про автоворонки. Вот это ошибка у нас предпринимателей. Мы хотим остаться тем, кем мы есть, писать о своем продукте и верить в то, что люди за деньги будут нас читать в большом количестве. Нет, если вы хотите, чтобы за вами следило большое количество людей, нужно создавать что-то им нужное и интересное. Я поменяла фотоконтент и фотоподход. Я не стала фоткаться, раздеть. Вы найдете у меня в Инстаграме фотографии в купальнике или где что-то на показ. Я просто стала делать эстетически приятные фотографии с композицией, со светом. А если я фоткаю книжку или какой-то продукт, я положу что-то красивое вокруг. Если я фоткаю сама, я посмотрю, чтобы фон был чистенький и фотография была светлая. Это несложно. Это элементарное уважение к тем сотням тысяч людей, которые меня сегодня смотрят. Я думаю, а зачем им это смотреть? Пусть они увидят хотя бы что-то приятное. Потом я очень упростила свой контент. Если я хочу, чтобы меня читал миллион человек, то я явно не должна писать про интернет-маркетинг и автоворонки. И у меня появился вопрос к тексту. Если меня читает моя сестра, которая живет в деревне, а она поймет, о чем этот текст, а он ее затронет, потому что миллион человек это уже такая аудитория, которую не тронешь особо теми офферами, которые мы делаем в своих бизнесах. Это люди, которые не совсем актуальны. Это там, не знаю, 0.3, 0.4 лиды для нас, если вот по привычной классификации говорить. И еще одно такое большое отличие стратегии прошлого года в Инстаграме было. Я дала шанс гивеуэям. И гивеуэи перестали убивать мою статистику. Как вы думаете, почему? Они убивали мою стату тогда, когда я писала очень узкопрофильную информацию. И когда ты пишешь про воронки, приводишь людей с гивеуэя, люди с гивеуэя, это условно там маленький город на тебя подписался. В городе 2-3 человека хочется читать про автоворонки, а остальным это нафиг не надо. И, конечно, эти люди не лайкали, ничего на моей странице не делали. Но как только моя страница стала интересной для любого, там, не знаю, для любого прохожего на этой улице, сразу же гивеуэи стали, наоборот, поднимать мне активность. Поэтому все, кто вот, а это было 60% зала, кто поднял руку, что гивеуэй – это фигня, да нет, не гивеуэй – фигня, это ваш контент – фигня, и людям он не интересен. Это техника моего любимого друга Пети, правда в глаза, о том, что гивеуэй – это просто инструмент. И если он не поднимает активность, то, может быть, дело не в нем, потому что на самом деле все большие блогеры этот инструмент у себя каким-то образом использовали. Ладно, вот такая моя история к миллиону. Что делать вам? И какие шаги нужно предпринять для того, чтобы прокачать свой Инстаграм? Первое – это позиционирование вашего аккаунта. Почему люди должны читать именно вас? Почему именно ваш аккаунт? На самом деле большинство профилей, они похожи, вот, я не знаю, гору вижу, гору пою. Вот я отдыхаю, я завтракаю, я выступаю на конференции. То есть я даже смотрю, многие спикеры выступают на конференциях, и они гордятся, что они выступили, и они после выступления постят фотку в социальную сеть. Я выступил. Хорошо, твоя мама радует, твои одноклассники завидуют, твоя бывшая кусает локти. А зачем это аудитории? У меня садится микрофон, мне кажется. Поэтому первая задача – определить, если вы будете что-то постить, то в каком контексте. Никому не хочется, знаете, это «держи в курсе», есть такая молодежная фразочка, никому не хочется быть в курсе вашей жизни просто так. На это нужна причина. И есть… Кто из вас знает Фрэнка Керна? Вот мне интересно. Есть old school? Вы готовы мне поменять? Он периодически пропадает. У Фрэнка Керна когда-то, когда еще не было Инстаграма, была книга «Инфлюенс». И он рассказывал о том, «Инфлюенс» – это влияние переводится, он рассказывал о том, как это влияние получить. И рассказал такую штуку, которую я сейчас для себя окрестила кругами личного бренда. Это очень крутое упражнение, которое я рекомендую сделать сейчас вам. Спасибо. Так лучше. Фрэнк Керн тогда рассказывал о том, если ты хочешь стать влиятельным на уровне рок-стар, на уровне большой аудитории, а Фрэнка Керна, ну он действительно рок-стар маркетинга и бизнеса в Америке, по крайней мере, был какое-то долгое время, он наводил очень крутой пример. Допустим, есть зубной протезист, который хочет очень сильно вырасти в бизнесе и хочет получить для себя аудиторию, и чтобы его знали люди, которые никогда его не найдут в поиске Гугла или еще как-то. И как стать зубному протезисту, тем самым человеком, которого читают миллионы? Что делает стандартный человек? Он заходит на страницу кого-то, кого читают миллионы, Ольги Бузовой, Оксаны Самойловой, и делает то же самое. Правильная стратегия? Смоделирует того, у кого получается. Правда? Ну, это очень логично. Но беда в том, что тому, что есть Ольга Бузова, с кем спит Ольга Бузова, реально это интересует миллионы людей. А вот что есть, с кем спит зубной протезист, это не очень интересно. И как вот простроить мостик от того, что ты неинтересен до того, что ты интересен? Шаг номер один, это стать номер один в зубных протезах. Вот я в свое время поставила для себя цель, я хочу быть номер один в автоворонках. И если сейчас там забить в гугле воронка продажи в интернете, то первые 2-3 страницы, то есть 20-30 поисков, они будут с моим именем. Если зайти в YouTube, то же самое будет. То есть я для себя поставила… Валентин, ты всему хлопаешь. Ну давайте поддержим Валентину в этих аплодисментах. Я поставила цель стать номер один в узкой теме. Дальше Фрэнк говорит, когда ты уже номер один в протезах, на всех конференциях по зубному протезированию тебя приглашают, меня стали приглашать на всех нишевых конференциях. Шаг номер два – это стать номер один в субнише, в которой ты находишься. Для зубного протезиста это очевидно стоматология. Стань номер один инфлуенсером в стоматологии. Я для себя определила вторую цель. Я хочу быть номер один в нише интернет-маркетинга. Хочу, чтобы если любое мероприятие по интернет-маркетингу проходит, хочу, чтобы приглашали меня. Если люди идут учиться интернет-маркетингу, они шли ко мне или в мое агентство. Это был мой второй шаг. То есть второе – это стать номер один в субнише. Третий шаг – это стать экспертом номер один в большой нише. То есть для зубного протезиста субнише – это стоматология. Условно, следующий шаг – это медицина. Потом, например, здоровый образ жизни. И уже если там, когда ты пишешь про зубные протезы, тебя не приглашают на телевидение, тебя не коллабится с тобой блогер, они делают с тобой взаимопиаров, то когда ты уже дошагал как бы до большого вот этого фил, до большого поля, тебя начинают приглашать, и ты начинаешь быть интересным более широкой аудитории. И потом уже следующий шаг – это рокстар. Это когда сотни тысяч людей готовы за тобой следить. Тогда вот ты интересен. Если ты в стране там ходишь в топ-10 специалистов по здоровому образу жизни, по здоровью или по медицине, то ты уже интересен и для СМИ, и для блогеров, и так далее. Это понятно? Это то, что вам нужно проделать и нужно прописать для себя. А в какой нише вы хотите продвигаться и в какой нише вы хотите стать номер один? Потому что, когда ты уже эксперт такого уровня, тебя приглашают, с тобой делают коллаборации, тогда ты можешь рассказывать условно, что ты ешь, какой продукт ты запускаешь, куда ты поехал. Ты становишься инфлуенсером. Возможно ли пропустить какой-то из этих кругов? Нет. В том-то и дело, что это делается пошагово. И я для себя тоже отслеживала и ставила цели поэтапно. Что, зачем я буду продвигать? Поэтому очень рекомендую вам это упражнение. И вы часто спрашиваете меня, о чем мне писать, о чем мне завести аккаунт, делать ли его нишевым или рассказывать обо всем сразу. Вот начните из того, что создайте людям причину хотеть знать про вашу личную жизнь, про ваши запуски, там про еще что-то. А без вашей личности в ваш инстаграм, в общем, там большое количество людей читать не будет и не захочет. Вот. Следующее. Это хороший контент. И вот когда говорят про продвижение в инстаграме, традиционно предприниматели на подобных тусовках начинают говорить про гивы, про рекламу, про таргетинг, про еще что-то. Это полная фигня, и слив бюджета до того, как вы не решили вопрос с контентом. Почему? Потому что вы можете покупать кучу посещений, вбахивать их в то, чтобы люди там в самых лучших блогеров покупать трафик. И люди будут заходить на вашу страницу, но не будут там оставаться. И это частый вопрос, который я слышу. А сколько стоит там лид от такого-то блогера? Фиктивна ли реклама у того или иного блогера? Ответа на этот вопрос нет, потому что, если у тебя страница классная, у одного человека из 10 тысяч переходов будет там 5 тысяч подписок, у другого человека из тех же 10 тысяч переходов будет 100 подписок. И, соответственно, цена льда будет очень разной. Поэтому пока не решен вопрос с контентом, лить рекламу на себя бессмысленно. Это просто будет слив денег. Это не заставит людей вас считать. Каким образом создавать контент в социальной сети в Инстаграм? У меня есть некоторая формула. Мы очень часто делаем, вот мы все делаем бизнес. У нас у всех бизнес-страницы. Из тех, кто меня читает, я думаю, вот вы тут умная аудитория. Все меня фотографируют, надо это выпрямиться, как-то красиво стать. У меня бизнес-страница. Но если на нее зайти, это не очень очевидно. Люди думают, что я про свою жизнь рассказываю. Потому что я прекрасно понимаю, что если моя страница это будет просто купи-купи-купи, то читать меня никто не будет. Я буду неинтересна. И чтобы как-то сделать это более понятным, простым, сколько чего писать, мы сделали, вдохновились компанией Mindvalley. Они это используют у себя в email-стратегии. Мы используем это в инстаграме. Продаж мы делаем не больше, чем 20%. То есть два поста из десяти это чисто продающие посты. Что такое все остальное? Остальное это 40% на контент. Очень важный нюанс. Нам кажется, что сейчас мы заведем суперполезный аккаунт и люди будут нас считать. Вы можете сейчас думать, что это не про вас, но скорее всего это про вас. вот я захожу на большинство предпринимательских, особенно в онлайн-школах аккаунтов, и я думаю, вы что считаете, что люди насколько тупы, что они в Google не умеют ходить, они в Википедии не пользуются. Вот есть такие аккаунты, я их называю Википедия-стайл. То есть люди пишут что-то, что им кажется очень полезным, но это можно нарыть в интернете. Есть замечательная новость о том, что мы живем в информационную эпоху, информация, она не такая уж ценность, все можно найти в принципе в бесплатном доступе, и только контент это не повод читать ваш блог. Контент ищут в других местах. В вашем блоге контент это что-то пропущено сквозь призму вашего личного опыта. Отношение к какому-то событию, оценка какой-то информации, ваши личные рекомендации, ваши личные топы там книги, еще чего-то. И снова же этого контента не должно быть больше, чем 40%, потому что сам по себе контент это не так круто и важно, как что-то другое. Инстаграм работает по алгоритму, что если вас лайкают, сохраняют, комментируют, то вы в топе, вас рекомендуют и вырастете органически. Поэтому 30%, одна треть постов это вовлечение. Что такое вовлечение? Это когда вы просите вашу аудиторию что-то сделать. И я думаю, что все вы знаете, что в принципе в отношениях с людьми мы ценим то, куда мы вложились. Также наши клиенты, они ценят нас, если они могут поучаствовать в нашем продукте, если они чувствуют себя part of it, если они чувствуют себя вовлеченными. поэтому просите людей высказать свое мнение, задавайте какие-то дискуссионные темы, делайте обсуждения, делайте розыгрыши, угадайте там правда или неправда, лайк таймы и что-то такое. Это должна быть треть контента, треть вашей стратегии. Я постоянно спрашиваю, даже сегодня я делала пост, мы собираемся запускать сейчас такой курс по управлению для блондинок, как сделать команду, если ты открыла салон ноготочков на деньги мужа, и девочкам сложно прочитать какую-то книгу типа Тони Шея, и мы готовим для них такой простенький курс. И я сегодня спрашиваю своей аудитории, а как вы считаете, это надо? То есть тренд тоже 2019 года это user-generated контент, то есть то, что генерирует моя аудитория. Когда я запускаю курсы, и это очень важно в продажах, мою продажу не воспринимают как продажу, потому что когда я делала курс по инстаграму, запускала в прошлом месяце, всю дорогу его подготовки, я спрашивала свою аудиторию, какие будут модули, какие будут спикеры, какая должна быть длина, то есть 30% это вовлечение, чтобы люди чувствовали себя авторами вашего блога. И 10% блога это вдохновение. То есть я считаю, что это самая важная часть аккаунта, потому что это то, что создает душевность. Реально в инстаграме хотят видеть вас, вашу личность и какие-то неформальные отношения. И чем более они неформальны, чем более вы близки с аудиторией, тем больше у вас вовлечения и, соответственно, продажи. вот, такая информационная диета. Вот, структура поста, ну, тут все очень просто, что сначала мы делаем какой-то заголовок провокационный, а потом, и это очень важно, обязательно нужно напомнить человеку поставить лайки, оставить комментарии и сохранить ваш постик. Это ни разу не зазорно, и многие говорят, ой, я стесняюсь об этом просить, но помните о том, что если человек чувствует себя сопричастным, то он это больше ценит, поэтому смело просите, то есть мы сначала интегруем, потом мы просим сделать что-то для вас, чтобы вы вышли в ленту, и это очень важно для алгоритма инстаграма, он в первые два часа показывает ваш пост 20% вашей аудитории, и если они активно реагировали, вся остальная аудитория пост видит, то есть если не было лайков, сохранений комментариев, вы дальше не ушли, дальше вы даете непосредственно контент, и в конце обязательно делайте какие-то вопросы интерактив, то есть каждый пост, можете открыть мою страничку, каждый пост у меня заканчивается каким-то открытым вопросом и возможностью человеку высказаться, но снова же, желательно вопросы делать не тупые, типа там лук 1 или 2, а вы больше любите капучино или макеата, задавайте какие-то вопросы, где люди могут высказать мнение, и вот самое интересное, задавайте какие-то вопросы, где люди могут посраться, ну вот правда, что? Ну, прививки грудного оскарбливания у меня ни разу не было темой в блоге, но есть темы, которые 100% провокационные и если там будет потом интересно, можете ко мне подойти, я вам покажу те мои посты, которые выходили в самый топ, это там типа должен что-то мужчина или не должен, Бузова тупая или не тупая, ну, то есть, как бы темы, которые точно всех цепляют, если у меня нет чего-то такого, что всех цепляет, у меня есть 100% триггер, например, я знаю, что если у меня в посте будет хотя бы одна ошибка, а лучше три, то как бы я получу еще плюс 50 комментариев. Не, я реально делаю ошибки, тут сидит моя команда, они знают, что нужен специальный транскрибатор, чтобы читать мои сообщения, и это вышла спонтанная моя фишка для продвижения. Вася улыбается, он через полгода научился читать мои посты, и мои подписчики очень много возмущались, ты пишешь, как чурка, не русская, неправильные слова, я сначала очень хотела это исправить, но потом я уже когда-то в какой-то раз я набирала, и я знала, что нужно ставить там учиться, я подумала, блин, если я сейчас уберу, я потеряю комментарий, и с того времени я намеренно не убираю какие-то ошибки, потому что как минимум это поможет пост продвинуть, провоцируйте людей, это как минимум прикольно, но всегда есть люди адекватные, кто... Да, фото и видеоконтент, он должен быть визуально приятным, никто не говорит, что вы должны там фоткаться в купальнике или что-то подобное, но подумайте, там, стали ли вы ровненько, какой у вас фон, нет ли какой-то грязноты, всегда можно там просто движением руки или шаг влево, шаг вправо достичь более приятной композиции, и действительно это удивительно, я думаю, что немногие из вас знают там вот это про число Фибоначи, золотое сечение, но как-то в алгоритме Инстаграма лучше продвигаются фотки, которые сделаны хорошо по композиции, поэтому если есть возможность, прочитайте про эту небольшую статью в Википедии и у вас будет больше охвата. Ну и потом уже самый последний шаг, которым мы занимаемся, это привлечение аудитории, это набор подписчиков, только когда у нас приятный визуальный контент и когда у нас есть хорошие тексты, только после этого последним шагом мы на хороший оффер приглашаем людей и знаем, что теперь нам лид будет стоить дешевле и он останется с нами на дольше. Какие есть методы набора аудитории? Их целая куча. Большинство из вас в онлайн-школах, я это вижу, используют какие-то автолайкинги, автоподписки, еще что-то, это полный бред, инстаграм не тупой, он знает, это противоречит его политике, эти аккаунты блокируются и уходят в теневой бан. Поэтому наперед, я знаю некоторых из вас, что вы это делаете, еще и лайки подкручиваете, за это вы вообще уходите в теневой бан всерьез и надолго. Вот это прям не советую делать. Что я советую делать? Ясное дело, самая ходовая и самая крутая реклама это реклама блогерская, то есть реклама у хороших блогеров. Понятное дело, что все вы предприниматели, вы не хотите сидеть и покупать рекламу, находить хороших блогеров, разбираться, накручен он или не накручен. У нас завтра будет круглый стол, там будет несколько крутых блогеров и тех людей, кто продает в инстаграме, мы разберем это более детально, но если кратко, то вопрос закупа рекламы у блогеров решается просто. Есть такая профессия, и она очень распространенная, это готовые менеджеры, кто за 20% от бюджета вам скупит самых активных блогеров, но это очень дорого и они не заточены на эффективность, вот, есть куча ботиков, программок и автоматизированная закупа у блогеров, мы тоже завтра на круглом столе об этом поговорим, если вы не хотите вообще на это тратить время, то можно там заливать 100 тысяч рублей в месяц и получать там не знаю, 100 микроинфлуенсеров, например, просто через специальную программулину и не заморачиваться, но, конечно, я рекомендую там тысяч за 30-50 нанять человека, который будет там в лайфдюне пробивать, не накручен ли блогер и покупать для вас рекламу и делать для вас какие-то коллаборации. В общем, самая крутая реклама это блогерская, почему? Потому что люди, которые следят за блогерами, для них это вообще не реклама. Подписчик от блогера это не подписчик старгетинга, потому что старгетинг это просто чистый беловой контакт. А хорошее размещение у блогера это человек, которому я доверяю, пользуется этим продуктом, человек, которому я доверяю, у него учится. То есть это сразу теплая рекомендация и конветы с этого гораздо больше. Вот. Поэтому блогерская реклама самая крутая. Теперь вот один из предпоследних кусочек контента. Кому полезного до этого момента? Супер. Тогда я продолжаю про гивы. Да. Наболевшая тема раскрутка в гивэвэях. Кто знает, что такое гив? Кто не знает? Ну, короче, если кратко, блогеры делают такую штуку, я разыгрываю айфон, но теперь они уже разыгрывают Porsche, дожили, я разыгрываю что-то, подпишитесь на спонсоров и вы участвуете в розыгрыше. Идея в том, что спонсоры получают дешевый трафик, блогер получает активность, вот, люди подписываются на кого-то за возможность поучаствовать в лотерее. Я сама так разыгрывала свой мазер, вот, и могу сказать следующее, что гивэвэй это не волшебная таблетка. И когда вы идете в гив, вы понимаете, что это не таргетинг, где вы выбрали какую-то классную аудиторию и только ей показываете рекламу. Это не блогер, где у вас горячая рекомендация. Гивэвэй это много дешевого трафика. С гива подписчик стоит один рубль. При том, что сейчас рыночная цена это 150-200 рублей за подписчика хорошего. Поэтому важно понимать, что с гива приходит очень много сомнительной аудитории. Но даже при том, что 20-30% только с вами останется и будут вас считать, все равно 20-30% если вы купили по рублю, то для вас условно это будут лиды по 20-30 рублей. Подписчики по 20-30 рублей против в 150-200. То есть это очень дешево и даже несмотря на то, что на вас подписывается какая-то куча школьников и так далее, все равно вы очень дешево получаете посещение на свою страницу. Ваш бренд становится более узнаваемым, про вас знает много людей. И если у вас хороший контент, если вы интересный и яркий, то в принципе от вас тем меньше отпишутся. То есть нет проблемы в самом гиве, есть проблема в том, что мы неинтересны. Поэтому если мы делаем хороший контент, у нас небольшая отписка. Кроме того, когда я участвую в гиве, думаю, многие из вас пробовали. А кто участвовал в гивее как спонсор хоть раз когда-то? Очень много. А у кого после этого падала статистика? Кстати, не так и много людей. Но достаточно. Чтобы статистика не падала, нужно проводить постоянно какие-то активности. Я знаю, когда у меня идет гив, рассказываю о себе. После этого я обязательно делаю какой-то лайк-тайм или розыгрыш. Зачем это нужно? Вы знаете, что у Инстаграма есть бесплатный ретаргетинг. Если человек был на вас подписан и сделал хоть что-то на вашей странице, лайк, комментарий или сохранение и потом отписался, он у вас навечно в сетях, потому что вы будете у него в рекомендациях до конца жизни. То есть в ленте промоушена, вы будете ему показываться. Поэтому я пробую, я знаю, что ко мне пришло куча каких-то людей, которые через неделю отпишутся, я пробую сделать разыграть тысячу рублей, но так, чтобы эти люди потом видели меня хотя бы если отпишутся в своей промо-ленте. Ну и перекрывать отписку, то есть когда гив заканчивается, в последний день я обязательно покупаю рекламу или следующий гивэвэй. Вот. Как-то так. Это то, что касается набора. Вот. Это я уже сказала. Вот. Ну и важно понимать, если вы участвуете в гивах, это дешево, но очень рисково. То есть там нужно прям поработать и попотеть и поделать хороший контент и вовлечение. Так. Ну в общем весь ваш алгоритм действий. Это я уже все озвучила. Да. И теперь самое интересное и самое последнее. Вы можете кстати мне там вопросы написать, насколько я понимаю в приложении, вот это вот прям интересная штука. Я еще нигде не рассказывала. Мне она очень нравится. Как выглядит обычно продающий пост, знаете, продающий пост нормального человека, продающий пост курильщика. Обычно мы делаем продажу одним постом. Моя команда уже знает, что я их зачем-то заставляю предупреждать меня о продаже как минимум за неделю. Потому что моя продажа она никогда не идет в одном посте. Кто из вас когда-то слышал про Джеффа Волкера? Вот, запуски. Я очень много в свое время сделала запусков по Джеффу Волкеру и я перенесла свой продающий контент-план вот эту модель Джеффа Волкера, где есть четыре этапы продаж где есть seed launch pre launch открытая корзина и post launch я это делаю в постах и если вы последите за мной то у меня никогда нету непосредственной продажи в лоб я делаю продажу частью контента и то же самое делают самые крутые блогеры которые дороже всего продают вот самая монетизируемая блогер я переработала со всеми верьте мне старой опытной женщине вот больше всего денег у Оксаны Самойловой у нее никогда вы не видите продажи но она у нее постоянно она просто ее делает очень органически я училась у нее я училась у Гузовой что они делают например у меня выходит книга то есть логически мне было опубликовать пост предзаказ книги но до того как книга вышла я за полгода до этого стала писать о проблеме женского предпринимательства о каких-то там девочках в бизнесе то есть актуализировать тему читайте первый посев я делаю посев к актуальности темы продукта еще нет и моя аудитория такая да надо об этом подумать проблема такая есть или вот я делала запуск по инстаграму онлайн школы по инстаграму я начала писать инстаграм это круто социальные сети рулят там бизнес на социальных сетях растет быстрее я делаю посев следующий этап это предзапуск я начинаю говорить вот мы готовим книгу и я показываю первые какие-то эскизы обложки кто участвовал у меня в голосовании там за обложку вот есть такие кто участвовал вы становитесь частью моей книги я спрашиваю что в ней должно быть чего не должно быть также я рассказываю про курс по инстаграму вот эти блогеры хотели бы с ними мы готовим я работаю я рассказываю как сериал и для людей это уже не продажа они не понимают что это этапы продажи для них это часть жизни они ждут следующую серию а следующая серия это открытая корзина там ограниченное количество мест там по скидке только здесь и только сейчас но для них это уже не является вот этим блин что-то впаривает они ждали они следили то есть мои подписчики для них книга не была продажа для них курс по инстаграму не был продаж для них это была часть моей жизни и они следили за этим как зацельные истории. Круто? Ну и, собственно, пост-лаунч, это когда мы уже говорим, вот мы стартовали курс, я там делаю сторисы, вот отзывы участника, вот отзывы там по книге, и люди, кто не успел, там слоупоки, они заказывают. Собственно, это как-то, я даже быстрее тайминга, вот. Это все, что я хотела рассказать, вы мне можете задать вопросы, там…